На первый взгляд, действия военных той эпохи кажутся нелепыми. Пехота, выстроенная в ровные и плотные шеренги, медленно сближается с противником вместо того, чтобы атаковать его бегом и в рассыпном строю, как это стали делать сто лет спустя. Но, как обычно, все странности прошлого имеют вполне очевидное объяснение – надо всего лишь разобраться в особенностях вооружения и тактике европейских армий времен наполеоновских войн. Главным оружием пехоты тогда было гладкоствольное ружье, довольно большого калибра от 16 до 20 мм и даже более. Тяжелая пуля, выпущенная из такого ружья, обладала очень мощным останавливающим эффектом, и, как правило, даже легкое ранение полностью выводило солдата из боя. Подобные мушкеты были простые в изготовлении, легко очинились, а стоили относительно недорого. Конструкция такого ружья была очень надежной и даже абсолютно темный рекрут из неграмотных крестьян не мог его сломать или испортить. В итоге на протяжении почти полутора столетий гладкоствольные мушкеты господствовали на полях сражений. Типичное боевое построение того времени – трехширеножный плотный строй, в который разворачивался целый батальон, идеально соответствовал используемому оружию и применяемой тактике, которая заключалась в обеспечении интенсивного и быстрого огня по всей линии фронта с очень малой дистанции. Так французы не рекомендовали начинать стрелять до достижения расстояния от противника в 300 метров. Дистанция в 200 метров считалась минимально необходимой. Для более-менее эффективного огня, а наилучший поражающий эффект обеспечивался при построении чуть ли не лицом к лицу на расстоянии всего 100 метров. А теперь задумаемся над простым фактом. Вот в боевом построении застыла линия солдат – около 250 человек по фронту. Все они стоят особым образом, чтобы один человек занимал по фронту меньше места и при этом сохранял возможность быстро выполнять все необходимые приемы от заряжания до выстрела. Устав так описывал стойку солдата. Каблуки на одной линии, сближенные настолько, насколько позволяет телосложение, ступни разведены и составляют один по отношению к другому угол, чуть меньше прямого, колени держатся прямо, но не натянуты. Тело прямо и чуть наклонено вперед, плечи разведены, руки держатся естественным образом, локти прижаты к телу, кисти рук слегка развернуты ладонями наружу, чтобы мизинец лежал по шву штанов, голова прямо, подбородок чуть приближен к шее, но не слишком, глаза смотрят на землю примерно в 15 шагах. Только для того, чтобы обучить вчерашнего крестьянина так держать себя, доведя это до автоматизма, тратилось несколько месяцев. Любая попытка переместить по пулю боя выстроенные в линию батальюны считалась большим риском, ведь находящиеся в плотной массе солдаты неизбежно рисковали потерять в движении строй. А потеря строя почти всегда вела к поражению, плотность огня нарушалась, а в разрывы между линиями легко могла прорваться вражеская кавалерия, которая тут же начала вырубить пехоту. Поэтому для пехоты 18 века и в начале 19 века приняли основной строевой шаг с темпом 76 шагов в минуту. Это всего лишь скорость неспешно прогуливающегося человека. Современный строевой шаг с темпом 120 шагов в минуту для эпохи наполеоновских войн абсолютно не подходил. При такой скорости хорошо обученный пехотный батальон, развернутый в линию, мог с достаточной вероятностью маршировать на противника, сохраняя безупречный строй. Но если поле боя оказывалось покрыто неровностями, даже такой медленный темп приходилось снижать. За равнением шеренг тщательно следили офицеры, которые в некоторых армиях до начала 19 века вооружались древковым оружием, эспантоном который, в частности, использовался, чтобы выравнивать идущий на врага строй. Существовали и другие виды шага. Походный – 90 шагов в минуту, его применяли на марше. Ускоренный шаг – 100 шагов в минуту, его рекомендовали применять, когда атака противника осуществлялась не шеренгами, а колоннами. И, наконец, шаг атаки – 120 шагов в минуту, который допускалось применять, когда пехота переходит в ближний бой. Но военные регламенты предупреждали офицеров, что шаг атаки приводит к тому, что линия фронта оказывается немедленно нарушена, и поэтому применять его без лишней нужды категорически не рекомендовали. Напоследок стоит отметить, что хотя тогдашний мушкет и был вооружен штыком, ближний бой считался чем-то выходящим за рамки нормы, а большая часть боевых столкновений представляла собой перестрелки, переходящие в атаки, после чего слабейший противник, как правило, отступал, не скрещивая штыки с неприятелем. Так что у наполеоновских солдат не было никакой необходимости бежать на врага. Друзья, не забываем подписываться и оставлять свое мнение в комментариях. До новых встреч!